Очень интересно построена экспозиция и вообще очень интересный концептуальный ход, то есть некий диалог двух художников абсолютно архаичного и художника, скажем так, абсолютно ученого, потому что архитекторы – это очень ученые художники. И тот, и другой в каком-то смысле рисуют среду. Но если среда Романенкова – это архетипы, это сродни каменным бабам степным таким, в каком-то смысле, или деревянным резным идолам и стуканам, то Резников, конечно, прекрасен. Вот я упоминал Никиту Гашунину, который мастерски владел карандашом, и карандаш использовал как цвет. Вот Резников очень близок в этом смысле. Он работает простым графитным карандашом, но его работы не линейно, если можно так сказать, в каком-то смысле, с очень большой, правда, натяжкой, но живописно в том смысле, что здесь есть плоскости, здесь есть пространство, заполненное карандашом. Карандаш – не просто линия, а карандаш, как… Но он заменяет все – краску. То есть это некий универсальный такой инструмент, что у Романенкова, что у Резникова. И, соответственно, они друг друга в этом смысле дополняют, создают универсальную картину мира. То есть картина мира как структуру, как некую такую архитектонику мира, да, построенную, сконструированную, построенную, в каком-то смысле придуманную, да. И у Романенко абсолютно живая такая пластичная, где нет ни одной прямой линии пространства, заполненное вот такими живыми формами.